За шесть месяцев этого года на территории города по вине водителей частных автобусов и маршруток произошло 12 ДТП. В результате два человека погибло, 16 ранены. Статистику приводят участники совещания. Основными причинами автоварии с автобусами на территории города Сочи являются выезд на полосу встречного движения, три ДТП, пять человек пострадало, нарушение правил проезда пешеходного перехода, шесть дорожно-транспортных происшествий, два человека погибло, шесть ранены. Неправильный выбор дистанции, три ДТП, пять человек ранены. А вот еще причины. Зачастую коммерческий пассажирский транспорт выходил на линию без технического осмотра, иной раз выпускали и неисправный транспорт. Сами водители нарушали правила посадки и высадки пассажиров. С причинами частых аварий определились. Теперь самое важное – разобраться, что необходимо делать, чтобы снизить их количество. Как сообщили представители ГИБДД, работа по надзору с их стороны уже усилена. Возобновлена практика скрытого наблюдения за водителями автобусов, в том числе передвижение сотрудников непосредственно в салоне автобусов, ну естественно без форменного бандирования, что позволяет непосредственно находясь в салоне фиксировать те нарушения ПДД и то поведение, которое допускается водителями. Но и этого, конечно, недостаточно, отметили на встрече. Слишком уж много недоработок в организации движения пассажирского транспорта. К примеру, неправильная парковка маршруток и такси, стихийные массовые остановки в неположенных местах, превышение скоростного режима, заторы на остановочных пунктах. Все это порой создает хаос на дорогах. Взять Адлерский район, на примере, улица Ленина, улица Ромашек, кто живет, знает. С левого ряда, вот санаторий Южное Взморье, поворачивают, перестраиваются вправо и все, кому не попадаем. Маршрутные перевозки, автобусы, большой вместимости, малый. Ну там беда. Вот об этом мы и говорим, и хотим сказать, что необходимо наводить порядок. С тем, что действовать нужно сообща, руководители транспортных компаний согласились и, в свою очередь, внесли предложения. Например, организовать на местах стихийных парковок официальные остановочные пункты. А еще попросили решить вопрос с вахтовыми и экскурсионными автобусами. Те в час пик также забирают или высаживают пассажиров на обычных остановках, мешая общественному транспорту. Кроме этого, в ближайшее время решили провести еще одно совещание, но теперь и с водителями муниципальных автобусов. Рината Шипулина, телекомпания ФКТ.